Продолжение следует... Продолжение следует... Остальные какие-то ответвления... Это попытка объяснить... Не знаю... Чем хорош текст, если в нем нет никакой соратной составляющей Да, как вы говорите? Потому что все-таки Проза Настанака — это проза А не проза проекта А к нам сегодня приехал Алексей Сальников Розаик Да нет, я тут как-то оборотей Обе, да, составляющие? Да, еще несколько других Каких-то составляющих Так, ну, наверное, все, кто тут Собрались, прекрасно Знают, что Алексей Сальников Ну, можно так сказать, начинал Поэта Публикации в журналах Ну, уральских, получается Да, да Там, в каких журналах Работаем, перечислят? Не знаю, есть ли? Там уральская, но Урал Ну, и московская Воздух То есть, публикации есть Их можно найти Почитать Кто, допустим, читал только романы Там только Петрова в гриппе Если тоже очень интересно Можете обратиться к поэзии Я вот тут сделала такую совершенно рандомную Странную выборку Некоторых стихотворений Может, вы прочитаете, что вам понравится? Знаете, это очень интересно, когда Ну, писатель поэт читает в собственном ритме Какой-то Какая ритмика Ну, там вот так, да Очень интересно Ну, абсолютно Такие разные стихотворения Или стихи Ой, мне вот это нравится Давайте С удовольствием по стихи Поезд стихосложения Идет Обман домой Оглядывается Он снегопад Загляет Огляд Поезд состоит из разных вагонов Один голубой Другой самоубийца Еще один Психопат Есть вагон, сочетающий Все эти черты Есть вагон, не сочетающий Ни одной Единственная аналогия этому Цветные коты Одинаково По полной Пассажир Какой-то 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 Ну, не страшно Не страшно К нему вернуться Очень раз Посмотреть Просто бывают Некоторые Тексты Которые В неком Квараже Написал Они очень актуальны Как бы На тот момент Когда к ним Возвращаются Они уже Кажутся Ну Довольно Глупые Все-таки Вот Несмотря на то, что мы привыкли Говорить о том, что Поэзии вообще дошли Лирика Это в первую очередь Настроение Это в первую очередь Чувственная сторона Если вот Вчитаться Даже вот в это стихотворение Где С первой же строчки Поиск стихотложения Идет по холмам домой Мне кажется В общем И это стихотворение Ток числа И многие другие Они довольно событийные Ну По крайней мере То есть Они довольно наполнены Каким-то Ну Обликом Движения Ну Обликированную фабулу Конечно существует стихотворение Да То есть Это не такая Прямо совсем экзальтированная Да Поэзия То есть Мне кажется Вам Если не знаю Будут изучать Ваше стихотворение Мне кажется Будет показать Что вам присуща Такая динамическая поэзия В каком-то смысле Ну Изнутри не видно Видите В чем дело Ну Мне кажется Искусство само по себе Пафос То есть Искусство без пафоса В принципе Наверное не бывает Вот То есть Именно Некое Высказывание Делает Нет Некий пафос Делает Высказывание Искусством Это может быть Смешной пафос Это может быть Ну Разные виды пафоса Да Но вот именно Пафос делает Любой из текстов Будь то Кинематографический Текст Театральный И стихотворный Бразаический Именно Как актом искусства И я Как бы И почему-то От этого никак не избавиться И я часто Над этим Наверное Издеваюсь Почему-то А вот Кстати Вы уже сами Затронули Пастернака Вспомнили В романе Опосредовано Там достаточно Такой Заложен Прям тоже Пласт Писателей В том числе Пастернака И допустим Героиня Лена Да Она Словила там Какой-то просто Невероятного Уровня Это Рождественской звезды Да Рождественской звезды Пастернака Это Случайный Пастернак Нет Потому что Пастернак тоже У нас Проза поэта Всегда вспоминается Сразу Это как Вы объясните Случайность Или не случайность Или вообще Как-то все так органично Подобралось Это я просто Нагло взял И одни стихи зачистил Некие Наркотические тексты А другие Обычные Стихотворные Просто Взял И нагло Просто это сделал На самом деле Это не так То есть Нет однозначно Вот таких текстов И таких Все тексты На разных людей Действуют по-разному Мы все Разговариваем На разных Поэтических языках И слышим Определенные Поэтические языки Только Они складываются Каким-то образом С течением жизни Это понимание И конечно Вот про это Многообразие Если бы я пытался Взять все Многообразие Его просто Невозможно Было бы описать Это невероятно Да, да Ну я взял Как бы Понимание Хороших Именно Пропирающих Текстов У единомышленников У единомышленников У друзей С которыми Мы имеем Одни и те же взгляды На стихосложение Но вот Ведь таким образом Довольно Нархально Это все Объясним Вот Это не случайный Конфор Это просто стихи Которые действительно Что-то у меня в жизни Меняли Ну то есть По крайней мере Меня как автора Меняли Скажем так Немножечко личный Да 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 Просто Получается Роман Посредственно Не знаю Кто читал Может быть Кто читал Там Такой Вроде Вроде В какой-то степени Вроде Нереалистичный Сюжет Про то Как Поэзия Точнее Стишки Под запретом Потому что Люди Вовят какой-то там Невероятные силы Кайф от этого И это Ну вот В этом государстве Наполовину Реальным Наполовину Нереальным А если вообще Можно это слово Реальность Употреблять То есть Почему Почему Стихи Вот кстати Не стихотворение Не стихи А стишки Почему они Под запретом Ну Во-первых Они бывали Под запретом Это исторический факт Ну вот сейчас Вдруг Сейчас Вдруг Но сейчас Видимо Начинается Некое Такое Явление Как Запреты текстов То есть Не запрет Но ответственность За написанные Тексты Социальные Подоплёки Так А В то время Там В начале 20 века И в середине Это же Подчас вообще Никак не было Связано С идеологией Иногда Стихотворения Просто Кроме Текст Не нравился Власти Совершенно Случайным образом Вот что Могло не понравиться В Заболоцках Да Он особой Идеологии Никакой Не продвигал При этом Тексты Вот И сам автор Оказались На некоторое Время Под запретом Или взять Допустим По-моему Новые приключения Шулька Или вот Как раз Первые Текст Ярослава Смелькова Хорошая девочка По сути дела Это был сигнал К тому Что Смелькова Опять Разрешили Потому что Это был человек Который Три раза Попадал Под Репрессии И Один раз Еще Побывал В финском плену И за это Собственно Третий раз Попал Ну Бывали А что плохого В стихотворении Хорошая девочка Лида Ничего Это как раз У нас не фантастика Что бы стихи запрещали Вот Единственное Вот В среднем Что я повторяю Единственное Фантастическое Допущение В романе Последовано То что за стихи платят И все А так А так Стихи Торгуют Абсолютно Абсолютно Так И стихи запрещали И запрещали И запрещали Может и сейчас запрещают Сейчас люди Как бы Зарепост Ну Собственно За текст Можно получить Срок Даже Сам На коробке Вот Были такие поэты Были Ну да Кстати от вашего Комментария Друг задумалась На самом деле Вот это менее Такая фантазийная На самом деле Часть Кстати да Я просто думала Запрет именно Вот этого Что? Кайфа наверное От поэзии Запрет чего? То есть Об ответственности автора За распространение Ну видимо да Ну мнение Да Потому что поэты Ну когда начинают обучать Стихосложение Бывает Они Молодым людям Очень сильно портят Как бы всю жизнь Да получается Некоторым Просто До нас эти авторы Не доходят Это еще Книга Помимо того О том Что существует Просто тысячи Безымянных авторов На самом деле Которые хорошо пишут Но о них никто Никогда не узнает Надо узнавать Да Видимо не надо Это видимо естественный Какой-то литературный процесс Некий дравинизм Среди текстов Какие-то остаются Какие-то нет Дравинизм Среди текстов Мне кажется Можно записать Которые места Очень круто звучит Сейчас Как стихи Они Вашей жизни Они проникают В какие-нибудь Ваши новые тексты Или это Деятельность Приостановлены Или наоборот Может быть бурно Это как-то так сливается Иногда Жальничаешь Некой Метафорой Для стихотворения Чтобы Упихнуть ее В прозу И наоборот Порой Порой Потому что Какие-то Ну Возможно Даже не стоит читать Романы Без карандаша В руке Потому что Подчеркивать Можно Кажется Очень много Всякие обороты Ну Это Что-то такое Невероятно Интересное Получается Я правильно понимаю Вы согласны С этим Что какие-то Приемы Какие-то Метафоры Их можно поделить Они Одинаково Хорошо И для поэзии Вот прям Да Поэтому Иногда приходится Выбирать Очень тяжело Феномен Какой-то Смотрите Так Не только В романе Опосредован Но и В других Собственных Романах Там тоже Ваши герои имеют Дело С текстом Я имею в виду Например Роман Отдел Он получается Вышел После Петровых Но Написано ранее Исторически Написан Исторически Первым И там Я обратила внимание На то что Тоже не знаю Кто читал Может быть роман Отдел Кто нет Там достаточно Такие серьезные Как их называют правильно Сотрудники Внутренних органов Я просто знаю Как люди Не оскорбить Сотрудники Такие Серьезные Дядьки Они пишут Серьезные Рапорты И вдруг Внезапно Ну собственно Главный герой Игорь Кстати Петрович Уже Откуда Потекли ножки Кажется Игорь Петрович Решает написать Ну такой Стандартный Формальный Рапорт Отчет О проделанной работе И вдруг Вот я Поделала закладку Вдруг 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 Страница на две Разливается Рапорт И как бы Ну совершенно Ясно Что Тут уже вмешиваются какие-то другие интенции. То есть тоже как бы Игорь, он превращается же немножечко в писателя, который тоже каждую деталь вдруг вспоминает, вдруг пытается написать как-то не банальный, хотя формальный отчет. Это какая-то откуда черта взялась вдруг у Игоря Петровича. Так они там вообще, по-моему, они в свое заведение какой-то момент превращают даже в музей современного искусства маскировки. Я очень как бы... Наверное, очень хихикали, когда это писали, мне кажется. Я с трудом повернул обратно. Потому что эту тему хотелось разлить очень сильно. И помимо того, там есть очень замечательный кусок из реальной жизни, где, значит, я не совсем уже помню текст. Не надо, ничего страшного. Там начальство объясняет, кто-то из начальника объясняет своему подчиненному, что не надо говорить про премию, что кто-то получит гимн, есть деятель, искусство. И он пересказывает историю какого-то поэта, который умудрялся несколько раз пробивать. Когда узнал о премии, а не о литературной, он умудрялся к организатору пробиваться через телохранители и всякие заслоны, пока тот не дал ему действительно как бы номинацию в какой-то теме, да, в выбор, выбор, собственно, организаторов. И эта история на самом деле была. Ну, то есть у нас в Брюкзской области с одним из поэтов. Очень смешно. Вспомнили, да, этот интересный эпизод. Ну, грубо говоря, секретный там штаб он располагался там, заброшенный абсолютно котельник, который не было ни на картах города, ни вообще нигде. И главный герой сам почти такой начал упетлять, непонятно, куда вообще пришел. И вдруг, случайно, таким образом, в общем, есть возможность, что эту котельну рассекретят. И под что бы ее замаскировать? И решают замаскировать от музей современного искусства. Чуть ли там не с отрицательной коннотации, но очень иронической, конечно. Тут очень, тоже несколько добротных страниц написано и про то, как, собственно, избрали первого попавшегося молодого мальчика. Так, мы ничего не понимаем, что они... Он может, пускай чай забрать, да? вот, сейчас расскажи, что ждет, где, что такое современное искусство? Давай, расскажи там быстренько, чтобы от нас просто отстали. И тут невероятного пафоса несколько страниц про то, как, ну, герой, так он называется, молодой. Называется там, как кличка, молодой. Рассказывает невероятный такой пассаж про искусство, про западное, там, русское и российское, там, любых, конечно. Которое на 300 лет отстает, а западное... 300 лет отстает. Это все... Это ведь удивительно, как в роман, казалось бы, про серьезный диагноз, можно вплести такие абсолютно органичные, но и дикие, при этом, вообще дискурсы другие, да? То есть мы от какого-то такого, ну, может быть, слегка авантюрного, что вот кто-то приезжает, главный герой, куда-то, непонятно, что же будет. В зависимости от авантюра мы так иногда, ну, даже не иногда, а частенько отвлекаемся в дискурс. Такой абсолютно поэтический, на самом деле, потому что кто будет следить над отчетом, там, кто будет задумываться, там, уже как. Ну, то есть такой поток речи, который выдал молодой преджурналистом, там, журналист ахнул, конечно же, вида не подал, что он ничего не понял, вроде как московский, там, какой-то художник вещает. Это вот тоже все, наверное, не случайно, да, возникает в тексте? Нет, ну, вот тут это было просто, ну, это чудо, дело в том, что там вот эти топорные герои внезапно оказываются довольно забавные, они как-то внезапно быстро, они у меня набрались самостоятельности и начали просто делать диалоги между собой, эти разговоры забавные, а некоторыми как бы фразами, которые они произносили, я вот во время как бы написания декста смеялся, я вообще со смехом написал этот роман, а потом когда стал перечитывать уже там в редактуре, я подумал, что вроде ничего смешного, такой классовый принятый, и тоже мне говорили о том, вот Яна Кучина, когда стала рассказывать про текст в лайфбук, у себя в редакции, она с восторгом стала пересказывать что там происходит и понимает кто в процессе расстанет, что смогут смеяться, это особо-то не на чем, но при этом она хоть после смеха начинала разговаривать. Да, поэтому я говорю, что вот надо прям подчеркивать эти места, потому что так специально ты их не вспомнишь, собственно, где было смешно, потому что смешно бывает не на одном развороте даже, это очень такой интересный феномен этого, казалось бы, серьезного текста. Так, была мысль, что же хотел еще про отдел спросить. А, нет, не про отдел, про то, в каком-то интервью вы как-то сказали, я сейчас могу ошибаться, то ли текст всегда сильнее автора, то ли текст умнее автора. А текст умнее автора, всегда да. То есть мы тут просто, я так понимаю, такой процесс, когда текст вдруг написался, вы сами удивились, как бы классно вроде вышло. Не вот эту ли силу пытаются запретить, когда текст становится как бы умнее, а неконтролированный, как бы, что вообще будет тогда? Ну, эту мудрость ты давно уже озвучили, слово не воробей вылететь не поймает. Вот. Ну и вообще, как бы, язык, он все равно старше каждого из нас в любом случае будет, ну, прошедет дольше, чем мы, это некое, он привязан сильно к мышлению, получается, ко всему, ну, соответственно, к восприятию просто действительности. И, конечно, на литературе таким образом просто держится некое просто наше восприятие того, как мы живем вообще. Еще вот, допустим, в романе Петрова Грибе, который уже был написан после отдела, там главный герой, он же ведь тоже на самом деле чуть-чуть такой художник. Ну, и в маленьком смысле этого слова. Не, ну, что он же с маленьким, как бы, ну, сейчас... Ну, художник, грубо говоря, в прикладном смысле и художник еще немножечко в другом смысле, более возвышенный, более всеобъемлющий, наверное, в смысле этого слова. В романе Петрова Грибе вокруг него, кстати, что такое вокруг него? Это вокруг Аида, по сути дела. Ну, то есть, Грибе вокруг Аида. Ну, то есть, это вот, это непереводимое такое языки, но это такая вещь. А, кстати, не переводили другие языки? Переводили. Переводили? Переводчиком я обсуждал разницу между глупником и правильным пацаном. Удалось? Да. Ну, глупник, это глупник. У них даже нашелся, на самом деле, аналог этого слова. Ну, то есть, некие жители района такие, молодые, которые занимаются мелкой криминальной гитленности, все, как вы знаете, все время путят там днем, да, на улице, там, вечером. У них нашлось такое. Она почему-то думала, что правильный пацан, это что-то такое, тоже что-то. Это, конечно, глупническое понятие, но, по-моему, оно несколько облагороженное, то есть, это человек полный некого внутреннего достоинства, да, то есть, глупник, это глупник, а правильным пацаном может быть и студент хореографического училища. Вот. Где еще мы можем просуждать о таких тонких матерях? Спасибо большое. Так вот, возвращаясь к романам, я уже это, Петров, собственно, он был тоже Игорь, нет? Да. Нет, там Петров, просто Петров, а я уже не помню, кто там, кто, честно говоря, ну, там есть Игорь, да, это, видите, как у Петрова и отдела, потому что пока придумывались Петровы, писался отдела, там некоторые вещи все-таки выпали, как водовый вод там, еще что-то такое уходило. Ну, в общем, ладно, назовем, собственно, Петров, будем велико ходить. Он рисует комиксы, опять же, кто читал, кто читал, рисует комиксы. Это такой у нас художник в новом контексте, да, ну, не знаю, это только мое мнение, может, там поправить меня, комиксы как-то постремительно, то есть, есть у нас, допустим, даже там совершенно какие-то удивительные лекции, там, по русской литературе в комиксах, если я не ошибаюсь, там, какие-то еще исследования истории в комиксах, то есть, такая быстрая, быстрая, направленная на быстрое, ну, как пролистывание, прочитывание, усвоение какой-то информации. И получается, вот, Петров у нас такой художник, чего-то такого быстрого, стремительного, это только мое мнение, да, это тоже как случайно, не случайно именно комиксы. Это что-то несет? Что хотел сказать? А я уже саду, что я хотел сказать, честно говоря. Про комиксы? Да. Ну, то, что он, он же такой мангу, какой рисует, на самом деле. Ипомска, да? Да. Ипомска, не следующая. Ну, по восточной внешности же там, где упоминается, что еще мангу рисуют. Нам интересно, то, что у нас почему-то получили, что такое. Петров? Да, потому что люди как-то так вышло, что много лет подряд почему-то писали или о бизнесменах, или как бы о социальных князах. Ну, как-то несколько уничижительных. Там всегда был некий светоч, а вокруг него такие морды мрачные, как бы пара-пара персонажей только его спасали от этой всей мрачности. тут как бы все довольны весело, плетно жить, творят собую дичь и при этом остаются все-таки люди нормальные. Так, ты при всем и злупи. Может, поэтому как бы и полюбилась, персонажа полюбились. Получается, сын Петрова, Петров младший, он обожает вот эти вот эти комиксы, просит почитать, там только вроде как новая сказка перед сон. Ну, кстати, да, получается, из-за дела перекочевал чуть ли ну, опять же, да, сын перекочевал, да, там что-то вот есть такое, да, перекличка, семья такая. Да, причем семья, в которой многие опосредованно за что ругают, потому что там вот очень-очень бытовое, бытовое, слишком бытовое, мне неинтересно читать, как главная героиня вышла замуж, там что-то начала там дома сидеть, ну, конечно, параллельно при этом пописывая стишки, однако вот что-то так слишком бытовое неинтересно, хотя, ну, это, конечно, вопрос спорный, наверное, как подойти с каким-то, не знаю, если, мне кажется, ты вливаешься в этот ритм, да, повествование, то это просто, ну, как-то, это раскрывается не просто каким-то вот вончижительно, бытовом, не там, действительно без единого сына. Нет, ну, жизнь 99% поэтов именно примерно такая, то есть, вот она такая есть, ну, просто жизнь, вот. Ну, просто жизнь, да. Ну, и почему это априорик бы плохо? почему это не плохо, но просто почему-то с этой стороны как-то мало писания поэток, вот у меня у жены школьные друзья, у меня жена поэт, вот. Кто сказал ужас? Ну, она, ну, такой нормальный поэт, какой-то человек с двумя, там, образованиями и со всем остальным, вот. Просто они до сих пор, вот уже до сорокат в лишнем лет, они все считают некой такой дамочкой, которая несколько возвышенной, кто-то прыгает с цветочка на цветочек мысленно, она воображается среди каких-то единорогов, хотя у нее тексты вроде как бы не такие, вполне себе серьезные. Вот. Но все равно некий взгляд на поэтов как на каких-то возвышенных существ, это, конечно, удивительно. Да, это до сих пор так, если мы говорим поэт, то мы представляем такой задумчивый. Да. Некто даже специально поэзия воспринимается как некое продолжение Есенина всегда и Осадова ну, некоторой частью людей. Вот. Это очень забавно. Но вот и описывать, допустим, жизнь поэта, это будет проза поэту? Да нет, это может быть. Просто проза. Нет, я говорю, что проза поэта это что-то, это некое объяснение нескольким скучным текстам, которые, возможно, даже и не являются прозой, а больше в сторону поэзии, скажем так, наклонены. Ну, сейчас, слава богу, это как бы ушло вверх, веба. А там очень забавная ситуация, сейчас попадается ощущение, что, если взять крупные фигуры веролюбристов нынешние, такое ощущение, что люди просто вытянули бумажки с современными проблематиками, там, трансгендеры, избиярки, там, что там еще, что там еще, экология, возможно, политика, и каждый пишет, как журналист, по 10 текстов недели. Давайте, может быть, сделаем еще чуть-чуть такое отступление, может быть, еще что-то прочитаете? Ну да, иногда лучше читать, чем не прочитать. Еще не считайте. Конечно. Может быть, друговой рубежок такой, тоже слабодневный, на то время, там, не знаю, Тогда, если не уникайся, снеговика могу. Маленького, это, смотрите, редактуру. Извините, как раз, не переставайте. Да, хорошо, да, пожалуйста. В яме сидят звери, попали туда, незнамо как, стало быть, угодили в красаву. Отскоки играют в покер, сверху вода, точнее, снег падает, таял у них на носах, еще на глазах и на четырех часах. Надетых на листью руку, выберут, как всегда. При этом, толстил этот снегом, медведь не рад, что в это ввязался, поскольку зимой происходит дело, медведя зовут Марат. По окончанию анекдота его отпустят домой, но он не знает об этом, думает, все другой, железобетонной накрылась, хмурится, как пират. Хуже всего черепахи ее Мариню зовут. С таким именем надо было в море, в пруд, а на Индии чувствуют, что сожрут. И не глазами, и не на пляже, а именно тут. Но тут рекламная пауза, все бегут на кухне, в туалет, возвращаясь, застают на экране только цветные пятна, какие-то. Кровь на снегу, чудо-фигуру, удаляющуюся в рассвет, медленно-медленно-титры, и ни хрена не понятно. Спасибо, это очень круто. И опять же, поэзия, она достаточно событийна. Да, это и паузами называют такие действия свои. У меня есть какие-то более абстрактные, есть там стихосложения, это как темнотой, умать лицо, начинается с тихотворения. Это вот такое, как без всяких этих, без событий, без того, не басня. А есть именно басня такие. А вот мы еще, ну, я еще даже сама больше акцентирую на книгах, на романах, а у вас же еще, получается, книги есть со стихотворениями. Да. Да? Они получаются тоже отдельно изданы. Мне напомнило, я уже рассказывал где-то, может кто-то слышал, у нас была очень смешная встреча с первокурсницами, которым преподаватель задала опросить всех местных литераторов, взять интервью их всех. Они начали, замечательно, почему они прислали, в частности сообщить, что хотим взять у вас интервью. Там с кучей опечаток, как бы еще что-то было. Потом начали договариваться, где мы встретимся. Я говорю, Лена, своей жене, пойдем вместе, надо как бы вдвоем все-таки оценить этот цирк, потому что там было много всего еще. как мы все-таки как бы все-таки встретили. И они там замечательный вопрос задали. Вы писатель, да, у вас, наверное, и книги есть. Я говорю, ну да, есть несколько штук. А там вообще абсолютно такие незамутненные девочки, такие замечательные. Они следующими должны были прийти на интервью к нашему как уральскому классику Майи Никулиной, который уже там лет под 80. Жена моя справа, девочки, вы вот когда к ней придете, вы этот вопрос не задавайте. Там у меня есть несколько близких. Таким образом, мы знали, что у Алексея Сальникова есть не только романы, книги, стихи, а вот об этой градации стихотворения, вот градация слов стихотворения, стих, стишок. Почему, почему именно стишки? Это как у Бродского свистнуто же, Господи, прямо. Да, если Соломона Улкова читали. Так, значит, какой-то, может быть, давайте чуть-чуть закруглимся и итог будем подводить, потому что, я думаю, наверняка очень много вопросов уже поднакопилось. В итоге, вы поэт и писатель. Ну, вы сказали, что это органично у вас сочетается. В некоторых ваших героях также сочетается, ну, опять же таки, мое, там, читательское восприятие, тоже органически в некоторых героях сочетается, а функция, ну, какого-то, да, представьте, то есть, вносителя какого-то художественного, там, дискурса, это, опять же таки, все сочетается между собой. Так само собой, понимаете, мы же все время, в нас живет множество личностей. Одна личность, допустим, идет в поликлинику, да, другая, ну, как бы, хотя это составляющая нашей личности, тоже, с супругой, ну, с ней с супругой разговаривали, это совсем разное, как бы, ты, как бы, не приходишь там к стойке аэропорта и так же, как к жене не обращаешься, кассиру. Потом с ребенком и с друзьями другие все-таки, это все-таки разные все-таки личности, такие разные славные общения, да, разные языки, да, и разные способы соприкасаться с чаще социумом определенного, вот. Писательство, это, в принципе, социальная такая, ну, вещь. Или тебя воспринимают социумом, или нет, ведь тогда ты не считаешься, популярным писателем, видимо, так. А как вам сейчас популярности? Да ничего так. Вы привыкали уже? Нет, я особо, по-моему, я не знаю, как-то не особо и замечаю это, на самом деле. Ну, бывают какие-то узнавания, да, не сказать, что это как-то сильно поменяло мою жизнь. Это, конечно, приятно бывает порой, ну, и все, хорошо, что люди читают книги, это вот как-то еще более приятно. Я думаю, вот этому феномену популярности какое-то отдельное спасибо, потому что теперь, ну, практически, наверное, весь вот этот зал, благодаря этой популярности, мы познакомились с романами, которые кого-то увлекли больше, кого-то меньше, но точно никого не оставили равнодушным. И большое спасибо, что у нас есть такая возможность с писателем поговорить о его творчестве, о его каких-то задумках, о каких-то уже прожитых, ну, каких-то перечитых, вещах. Большое спасибо за эту возможность. И, наверное, давайте тогда перейдем к вопросам, если они есть, или вы есть, не стесняйтесь. Поднимайте руки, я вам подойду. Сразу вопрос возник, пожалуйста. Вот, уважаемый автор, сказали о том, что мы все время разные личности, а можно с этим поспорить, сказать, может быть существует одноглубинная личность и ролевые маски? Ну, так оно и есть, да. Но все-таки бывает, что, ну, что такое личность, Бог его знает. Понятно. И второй, когда раз, что микрофон достался. Вот, я, это, конечно, банально может и бопа прозвучит, потому что это затертое слово, просто модернизм, да, сейчас. тем не менее, вот ваш роман Петров и Грифовы отнесли бы к этому направлению или нет? Я считаю, что это все. Я вот здесь я вижу как книги артхаусные, то есть у нас есть такой, такой, жанр артхаусных книг, да, вот что-то вот такое, которое может происходить всего в полгода. при этом они не слишком сюжетные. Вот, вот что-то вот такое, я бы сказал, что это модернизм или постмодернизм. Или уже метамодернизм, уже перекачал в ту сторону, в ту степь. Да, я не специалист по жанрам, честно говоря, я просто написал книгу и все. Здравствуйте, Алексей. Скажите, пожалуйста, вот с чего началась ваша, ну даже не популярность, а вот публикация книг, вот вы написали, а потом, что стали рассылать рукопись по издательству. Как это было? Ну да, рассылал, рассылал. Нет, так оно только так и работает. Первым делом надо написать, да, потом есть выбор, конечно, никуда не посылать и как бы любоваться на роман все время и ожидать, что после смерти там с неба посмотришь, как это все будет. Но это как бы рискованный вариант, потому что ну может и не быть ничего по ту сторону, да, смерти. Вот единственный способ рассылать, рассылать, ждать, 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 иногда это да и не иногда, чаще всего это ожидание длится больше, чем само написание текста. Это сама жизнь. Да, это вот это, что, это часть работы в штате. Это понятно, технологически, но вот вы послали и обратили внимание на ваши романы. Нет, никто не, вот я делал послал, разослал по издательству на высунду. Нафиг он никому не упал. А потом, как бы друзья, которые сотрудничали с Волгой, да я сам вроде как-то что-то там писал, то Волг и до этого ты можешь так и. Вот, они посмотрели роман, им понравился, они его и стали. Вот. И на этом все закончилось на какое-то время. То есть все-таки толстый роман вы говорили? Да, они выдвигали на большую книгу и вот шорт из большой книги Петровы, собственно, туда попали и утащили за собой еще и отдел. Но отдел такая книга, что когда мне из лейбука написали и я почувствовал, что когда я дал согласие на то, что у них издал эту книгу, я себя чувствовал все-таки немножко мальчиком и тем, кто разделит, наконец-то увидел людей, которые разделят со мной скамью подсудимых, если что-то пойдет не так. Текст такой на то время уже был довольно-таки ну, ну, за меньшие сажают, да, иногда говорят у нас. А тут там напулигают основательно. Поэтому как-то обошлось. На посредом оно уже, конечно, вышло гораздо легче. Потому что все-таки некая уже была составляющая, не знаю, как это объяснить. Но уже были люди, которые были готовы прочитать роман. Некое количество людей, которым мои тексты нравятся. вот. Ну, сколько вот этого времени заняло примерно от написания до... Лет шесть. То есть я в 35 написал отдел и он сейчас мне 41 и я сижу такой весь знаменитый вообще. Ну, в общем, на самом деле не знаменитый. Алексей, с Александром Кузнецовым вы уже знакомы с его текстами, да. Нет, ну, вы же практически с одного города, да? Да, из Нижнего Тагима. А лично не на том? Нет. Вот. Там есть, так сказать, вот такая, не то, что неприятель, но неприятель. Ой, да ладно, он никого не любит, кроме себя, по-моему, так что, знаете, он и по Коколю прошелся. Я, собственно, когда я прочитал его статью про Коколю, я и просил вообще обращать внимание на этого человека, потому что ему не понравились фразы «Мост стоит таким чертом», ну, она, типа, не смешная, это что вообще означает? Вообще, что первый абзац мертвых душ неинформативно скучен, ну, извините, я понял, что просто, ну, какой смысл вчитываться, то есть, читать человека, если у нас абсолютно нет ничего общего, скажем так. Если вы читаете критику к своим произведениям, как вы к ним относитесь? Да, я с удовольствием читаю. Мне вообще нравится нынешний рейн, когда есть несколько ресурсов, на которых читатель, наконец-то, может напрямую высказать автору, что он о нем думает вообще, не только о текстах, но и о внешности автора, и о том, что это че. По-моему, это замечательно. Раньше же как? Раньше, в советское время, были только вот, ну, вот критика журнальная, да, вот выходила книга, по ней выходила критика. Никогда не мог, никаким образом, хотя мог, наверное, письма могли писать, да, писатели? Писатели. Но так, чтобы еще вот именно эту статью прочитала еще какая-то масса людей, да, это критическое замечание. Этого не было. Поэтому, по-моему, ну, прекрасное время сейчас все же. Если вы читаете эту критику, вы пытаетесь с помощью нее улучшить микроизведение или пишите в своем поле? Нет, видите, в чем дело? Текст пишется именно так, как пишется. То есть вот пришел он в голову именно тот, который как бы пишется в данный момент. Пришел он в голову, мучает, мучает, мучает некоторое время. Когда пишешь, читателя вообще не думаешь, на самом деле. Думаешь, как бы закончить текст так, чтобы самому было интересно все же. Поэтому на каком-то этапе читатель вообще ни читатель, ни критик, вообще никто не имеет никакого значения. Есть только вот эта вот мука определенная, которую надо прекратить тем, что просто закончить сюжет и избавиться от этих героев. Потому что и другим будем от них не избавиться, скажем, о них написать до конца. Алексей, здравствуйте. Вот вы говорите, что когда пишете, вы не думаете о читателе. Вот вы принесли или вот взяли у вас журнал или издательство. А вот дальше работа с редакторами меня интересует. Вот я прочитала все три ваших романа. Какой из них больше изменения претерпел вот по ходу? по-моему, отдел. Вот. Там все-таки концовка основательно переделана. А так это довольно приятная работа с приятными на самом деле людьми. Другое дело, что если взять пять редакторов и дать им одну и ту же руку, то есть получится пять разных вариантов книги. Вот что удивительно. поэтому именно кардинального переделывания на самом деле книги нет. Но есть там слова местами меняются, все такое, запятые новые появляются. Какие-то есть, как у каждого крупного произведения, косяки, которые проходят даже через нескольких редакторов и корректоров и остаются в книге. Ну, вспомним Достоевского там круглые в стопо-овальной формы, да, что он даже сам настоял на том, что это оставили. Вот. В романе Петрова в книге собственно Петрова, жена Петрова, она библиотекарь и она, если что, хромжат медведи. Так что рады вас приобрести в нашу постановочную библиотеку на все российские фестивали, литературные фестивали «Делай пупно». И мы сейчас хотим подарить Алексею большое спасибо за вести этот «Делай пупно». И а вы уже подписали по-моему, на роман у нас? Ну, в смысле, автограф не с нами лишний на роман? Ну, если что, имейте в виду, что у нас будет роман с автографом автора будет храниться в нашей библиотеке.